Привет, друзья! С вами канал Учимся Отдыхать Вместе. Сегодня хотим рассказать о диких пляжах в Шарм-эль-Шейхе, а если быть точнее, то в бухте Майя. Если ваш отель имеет договоренности с песчаными пляжами в этой бухте и вы смотрели наш обзор по ним, кто не смотрел, можете кликнуть на подсказку в правом верхнем углу, и вас не устраивает песок как нас, то сейчас расскажем, где найти кораллы. Итак, сейчас расскажем о правой стороне в бухте Майя со стороны Марины и военной базы, если стоять лицом к морю. Два варианта, как на них можно попасть. Можно по берегу, а можно по дороге. Сразу говорим, по дороге быстрее, но зависит от места, куда вы хотите попасть. Самое первое и простое решение – это пройти по пляжам и свернуть за поворот. Тут уже начнутся небольшие островки, где останавливаются ленивые туристы. Можно остановиться в одном из таких мест и посмотреть на коралловые рифы, не заходя далеко. Здесь мелко песка не будет, но рыбки, кораллы будут. Первый день мы пришли именно на такой мини-пляж. Да, здесь нет никаких условий – камни, мусор, но море чистейшее. Еще один пляж мы нашли уже на следующий день. Он пошире, уже с песчаной береговой полосой, и на нем уже достаточное количество туристов. Но уже по берегу мы не пошли, а следовали по дороге. Итак, если автобус вас привез в бухту, вы не заходите на свой пляж и следуете вверх по дороге до последнего пляжа «Эксперианс». Там вы увидите большой банер. Вы продолжаете свой путь до блокпоста и стоянки, и там свернете налево. Да, там заканчивается бетонная стена и есть колючая проволока. Это уже территория военной базы. Но там есть проход, и если охрана вас не заметит и не остановит, вы уже почти у цели. Этот пляж самый многолюдный. Здесь есть и песок, и кораллы. Широкая песчаная полоса, коралловые рифы. Многие туристы на нем и останавливаются, чтобы недалеко идти. Да и людей здесь побольше. С него никогда не выгоняли, по крайней мере, мы об этом не слышали. Также сюда причаливают прогулочные корабли, и туристов здесь высаживают на снорклинг и на дайвинг. Мы же не остановились на этом пляже и, конечно же, пошли еще дальше. Мы, как обычно, ищем места, где нет людей и нетронутые рифы. Следующий участок, на который мы пришли, это сразу за песчаным пляжем. Назовем его песчаным номер один. И в этом месте мы провели свой день. Здесь тоже отличный неотвесной коралл. Людей не было, и мы получили удовольствие от снорклинга. Но и это еще не все. На третий день мы решили пройти еще дальше, уже ближе к маяку. А вот здесь уже совсем нетронутые места. Тут есть и песчаный пляж, пусть он будет номер два, который закрыт со всех сторон омертвевшим кораллом, и кусочки островков для захода в море с берега. Эти места мы отмечаем на карте. Вот здесь мы и проводили все дни своего отдыха. Нам это место очень понравилось по двум причинам. Не было туристов и абсолютно нетронутые кораллы. Здесь есть и отвесные кораллы, и кораллы прямо возле берега. Подводный мир просто великолепный. Рыб огромное количество. В этом месте мы впервые увидели рыбу крокодила. Разнообразные ракушки, крабы и отшельники. И даже рыбы собачки. Вы видели когда-нибудь рыб собачек? Они смешные. Во время отлива они выбираются на камни и греются на солнце. Чем-то они похожи на драконов. Все пляжи, которые мы обошли, мы видели на карте. Ссылку на карту оставим в описании. На этом, пожалуй, все на сегодня. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. И оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.